А у нас новая интересная статья в Шаттерсток блоге. 6 удивительных советов, как сделать абстрактные фотографии. Итак, поехали. Прежде всего, хочу обратить внимание вот на эту фразочку. Ты еще не контрибьютор на Шаттерсток? Ничего страшного. Скорее, одегайся. Это так весело. Узнайте, как превратить свой творческий потенциал в кэш. Зарегистрироваться прямо сейчас. Скорее всего, Шаттерсток набирает полным ходом новых контрибьюторов. Я не буду отставать и тоже приглашу вас зарегистрироваться на Шаттерсток, чтобы продавать свои фотографии и другие творческие работы. Итак, поехали. Первая в мире волна абстрактных фотографов, вероятно, пришла в 1920-е годы, когда Лазло Махолинаги и Ман Рей экспериментировали с фотографами или что-то там делали на фоточувствительной бумаге без камеры. В то время, когда фотография в основном используется в качестве документального инструмента, абстракция окажется чем-то радикальным. В эти дни абстрактные фотографии процветают так, как никто не мог предсказать. Изобретение цифровых камер и программного обеспечения для редактирования фотографий оснастили фотографами средствами, чтобы почти ничего не делать для абстрактной фотографии. В настоящее время более 10 миллионов фотографий в Инстаграм размещены с хэштегом Абстракт. Для сравнения, хэштег FineArt помечается 5,5 миллионов раз, а фото-журнализм имеет только 1,5 миллиона. Абстрактные фотографы дают нам заглянуть во Вселенную, как другие видят это. Объекты, которые слишком малы для человеческого глаза, могут быть выявлены с помощью линзы. Длительные выдержки или многократное воздействие позволяют увидеть ход времени таким образом, на который наш мозг не способен реагировать. Мы можем видеть сквозь пространство и на поверхности других миров. Мы попросили фотографов абстракции разных видов морских фонов, изобразительного искусства, макрофотографии, чтобы раскрыть нам свои секреты. Здесь они покажут лучшие инструменты и методы для создания неодразимой абстрактной картины. В том числе некоторые диу-советы. Диу – это дует-селф, типа самодельный. Самодельные советы и поделятся своим многолетним опытом. Итак, первый совет. А, это первый автор. Цитата первого фотографа. Вещи, которые выглядят скучными при малом увеличении, становятся безумно крутыми при большом увеличении. Тейлор Фокс. Ну, посмотрим его портфель. Вот он. Тейлор Фокс. Соединенные Штаты. И вот он пишет про себя. Я всегда увлекался камерами и природой. За эти годы мне удалось найти способ совместить это. Так, что фотографирует у нас Тейлор? Это разного рода кораллы, цветы, личинки, насекомые. Очень яркие и пестрые. Я вот не знаю, это по-настоящему такие цвета или он их в фотошопе допиливает? Просто какой-то психодел. Это здорово. Ну, давайте прочитаем про него. Так, что он пишет? Большинство моих абстрактных фотографий – это различные живые кораллы. Так как большинство моих фотографий близки к масштабу 1 к 1, глубина резкости очень мала. Я использую один фокус с программным обеспечением, который позволяет мне принимать много отдельных фотографий и сложить их вместе, чтобы создать изображение, которое целиком в фокусе сверху вниз. Это очень трудно при работе живыми субъектами, такими как кораллы. Если кораллы движутся, уложенные друг на друга фотографии будут содержать ореолы и другие неблагоприятные артефакты. Такого рода фотографии требуют терпения, которые проверяют меня на регулярной основе. Я также использую различные линзы, макро, чтобы увеличить свои предметы. Он имеет в виду, что он фотографирует в размер 1 к 1, то есть без всякого там зума, увеличения и так далее. И побочным эффектом является малая глубина резкости. Поэтому, например, один элемент будет у него резкий, а этот размытый. Поэтому он делает несколько фотографий, где у него поочередно несколько слоев будут четкие. И потом в фотошопе он их комбинирует вместе, чтобы все вместе было в фокусе. Поехали дальше. Про тип, совет от профессионала или про совет я буду это называть. У меня есть уникальный взгляд на макрофотографии, потому что я провожу большую часть моих дней, смотря в микроскоп, изучая насекомых. Я думаю, что это дает мне возможность видеть вещи по-другому. Глядя на образцах при большом увеличении, я могу увидеть модели и текстуры. Вещи, которые выглядят скучными при малом увеличении, становятся безумно крутыми при большом увеличении. Я предполагаю, что общая фишка в том, чтобы взять что-то обычное и показать его таким образом, что является исключительным. Фотографирование объектов очаровывает нас. И пусть другие люди видят это. Второй фотограф Ник Меркулов. Попробуйте снимать одну и ту же сцену несколько раз. Давайте посмотрим его портфель. Ник Меркулов, Украина. Спасибо за интерес к моим работам. Это скорее всего или Николай, или Никита Меркулов. Я искал и так, и так, но почему-то не нашел этого фотографа. Но фотографии у него тут бешеные. Особенно вот это мне понравилось. Овощи классные. Тут где-то я у него еще видел... А, вот отпечатки кофе. Таких, я думаю, можно нарисовать тоже в векторе. Хорошо зайдут. Основное направление это вот в контейнере с водой разные краски смешивать и косметика. Вот эти всякие элементы, я так понял, понимаю, покупают разные брошюры. Avon и Ariflame и так далее. Очень-очень коммерческое направление у него. Фотографии очень все-таки выгодные. И вот, кстати, это что у него? Если по 100 работ на странице, 70 тысяч работ. Продуктивность у него зашкаливает. Большой респект Никите Меркулову. Погнали дальше читать про него. Много маленьких штучек помогают мне каждый день в моей студии. Различные держатели, зажимы для создания небольших декораций. Так, листы полистирола, а также цветные фильтры для улучшения цвета я использую изоленту, чтобы зафиксировать объекты на месте. И я использую медицинские шприцы для ведения красителя в воду. Для съемки красителя в воде у меня есть несколько небольших стеклянных кубов. И у меня также есть небольшие самодельные отражатели и флаги какие-то. Которые сделаны из пинокартона, фольги и черной ткани. Все вышеперечисленное можно найти на строительном магазине за углом. И не требуют дорогостоящих инвестиций. Но они сделают ваши фотографии разными. И позволяют передать свои уникальные идеи для зрителя. По большей части я использую макрообъектив. Некоторые сцены, которые я снимаю 100 мм объективом. Но вот что мне по-настоящему нравится. Это мой старый, дешевый, но крутецкий объектив Canon 50 мм. Со светосилой 2.5 в народе фикса. У меня кстати тоже есть такой объектив, очень классный. А еще я купил аналог Helios через переходник. Итак, совет от бывалого, так сказать. Будьте наблюдательны и изобретательны. Попробуйте снимать ту же тему несколько раз. Так что вы будете видеть тонкости, нюансы, которые вы возможно пропустили в первый раз. Основным инструментом при создании абстракций является не оборудование, а ваши идеи. Все правильно. Итак, третий автор. Отличные результаты могут исходить от несчастных случаев и даже ошибок. Иуда Граб. Так, посмотрим ее портфель. Австралия. Фотограф и композитор. Ну, видим те же краски под водой. Какие-то архитектурные темы. Немного манипуляций в фотошопе. Вот еще. Очень здорово. Девушка летит через свет. Обалдеть. Шикарные работы. Поехали дальше. Я склонен экспериментировать больше, чтобы получить что-то неожиданное, а не планировать это. Один из методов, который я использую довольно часто, это крутить зум на медленной скорости затвора. Этот процесс может быть настолько творческим, что он превосходит другой результат каждый раз. Вот это, наверное, скорее всего. Надо будет попробовать. Про совет. Будьте открытыми и готовыми попробовать все. Абстрактные фотографии могут быть очень разнообразны. Отличные результаты будут происходить от несчастных случаев или даже ошибок. Подумайте опять-таки о том, что вы обычные фотки отклоняете из-за некоторых аспектов фотографии. Типа ноезды, фокусы и так далее. Это и от себя. Но с абстрактными фотками это прокатывает. В том плане, что это задумка автора. Тот же ноезды, фокусы и так далее. Какие-то артефакты. Нарисуйте строгую грань между поиском вдохновения и копированием кого-то. Мария Стойкович. Посмотрим ее. Это Сербия. Любит жизнь через объектив. Очень интересные работы. Ну вот опять этот дефокус. Какая-то пудра блестящая. Ну, кстати, у меня тоже есть одна такая работа. Сейчас покажу. Как она сделана? Я взял наждачную бумагу. Обычную. Посветил на нее фонариком. А дальше вот как добиться вот этого вот очень маленькой глубины резкости. Я открутил объектив, обычный китайский объектив, перевернул его и прислонил к фотоаппарату. И вот так вот очень близко поставил к наждачной бумаге. Сфотографировал это. Вот у меня получилась вот такая фотография. Но она была серая. А дальше уже в фотошопе я просто перекрасил ее вот в такой розовый пурпурный цвет. Погнали дальше. У меня трое детей. Я иногда позволяю им играть с картинами и цветами. А обычно они сидят заперты в чулане. Шутка. Я беру фотографии того, что они калякают. А потом комбинирую его с другими фотографиями, которые я делаю. Как текстуры стен, стекла или бумаги. Потом я делаю много разных штук в фотошопе. Объединяю слои, использую различные эффекты, фильтры, блюры, чтобы получить конечный результат. Я никогда не останавливаюсь, пока не сделаю то, что мне действительно нравится. Про совет. Я всегда ищу вдохновение о вещах вокруг меня. И думаю о том, как заставить их выглядеть абстрактно. Я получаю вдохновение от других фотографов. А потом я стараюсь развивать то, что я вижу, в что-то новое и оригинальное. Кради как художник. Я всегда стараюсь сделать то, что очень отличается от того, что я вижу, как другие делают в интернете. И я стараюсь не повторять себя, хотя иногда не получается. Для меня самое главное, чтобы сделать строгую грань между поиском вдохновения и копированием кого-то. Мой совет другим фотографам – это оставаться уникальными. Пятый автор – Саня Тосик или Тошич. Я также использую специальные разработанные аквариумы, контейнеры для различных размеров и какие-то приблуды, которые я сделал сам. Очень интересная фотография. Я создал эти изображения с помощью жидких красок, захваченных в движении. Я использую Sony A7R – макрообъектив вспышки, штатив для съемки в разных ракурсах. Также использую специально разработанные аквариумы и контейнеры различных размеров. Какой-то держатель воронки, который я сделал сам. Вместе с пипеткой, трубкой, щеткой, горшки для смешивания жидкостей, краски, красители, чернилы и другие виды краски. Изображения отдельных цветных капель были сфотографированы во время смешивания и слияния воедино капель красок под водой. В это время они больше похожи на жидкие скульптуры или облака дыма. Про совет. Экспериментировать, анализировать, улучшать, повторять, упорствовать. Мне кажется, это универсальный совет. Следующий автор – Этан Дэниелс. У вас не получатся редкие или причудливые предметы. Чтобы производить хорошие абстрактные образы, для этого нужна практика. Для производства большинства абстрактных образов я использую 100-мм объектив. Иногда с диоптриями, а также две вспышки для того, чтобы осветить объект довольно равномерно. Большую часть времени я с фотоаппаратом провожу под водой. Чаще я использую широкий угол под водой. А при съемках макро мой глаз постоянно ищет уникальный абстрактный предмет. Существует невероятное разнообразие абстрактных возможностей в большинстве морских условий. И я никогда не устаю открывать уникальные формы, световые узоры, текстуры и живые организмы. Посмотрим фотографии Этана Даниэля. Фотограф, биологист, который сосредоточен на фотографировании всего морского вокруг мира. Какая-то экологическая тема. Фотки шикарные. Вот широкоугольное объективо, о котором он говорил в своей статье. Хочу найти макро. И нахожу. Вот. Про совет. Для того, чтобы стать лучше, нужно снимать абстракцию часто. Фотографировать много и сохранять это. Это единственный способ улучшить фотографии. Абстрактные изображения могут быть использованы покупателями во многих направлениях. Один раз надо наметать глаз, и абстракцию станет делать все легче и легче. Не говоря уже о том, что они могут принести вам немного денег. Ну и опять фразочка, которая была в начале блога о том, что ты еще не поставщик контента. Ничего страшного, ригайся быстрее по ссылке под этим видео. Фотографируй плесень в чашках, рвотные массы единорога, каракули детей, кораллы, каплю бензина в луже. И начинай зарабатывать на этом деньги, прямо сейчас. Всем удачи, пока.